Здарова, народ! И некоторые союзники крыли матом в чате нашего героя на объекте 907. Но потом им почему-то пришлось извиняться за свое поведение. Почему так произошло? Сейчас с вами узнаем, что такого тот 907 натворил. В общем, все внимание на экран. Красивейший боецкий нас с вами ждет. Тем более, ну ё-моё, мужики, все десятые уровни. Поэтому здесь просто точно не будет. Так, летим сразу в город. Впереди планеты всей наш герой летит. Все тяжики вон сзади там толпой пытаются нас догнать. А мы тут уже вон залетаем вместе с СТХами, с Бачатом 25Т, с Леоном. Ну, сейчас еще, я думаю, тяжи тоже потихонечку сюда подтянутся остальные. Так, занимаем позицию. Тут он уже приехали гости дорогие. АМХ М4-54 пробуем закинуть. Не особо получается. Ну, такое себе начало. Ноль урона у нас от француза получили. Почти на шесть сотен за трещину. И это, конечно, немножечко расстраивает. Так, ну, держим пока позицию. Вот уже все подтянулись. И, ну, высветится кто-нибудь. Наконец-то. Первую тычку уже хочется дать по кому-нибудь отвесить. Но пока как-то совсем не идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ни хрена себе там дреномет стоит за углом. Баба Яга, ты чё забыла? Избушка в другом месте. Алло. Приперлась сюда. Ой, Леон наполучал тренды. От Яги, походу, отхватил на косарь. И еще по ней. Да уж. Купил себе называется, да, Леона? Выкатил. Надавали ему там полный каточек любви. Теперь он что-то там изобретает. Посмотри. Жопное танкование какое-то. Так, ну, наш герой тоже не сильно отличился. До сих пор мы первой тычки даже не дали. Ну, может, вот час по 279, да, все-таки залетает. Но уже не с нулем в ангар. И на этом, как говорится, хорошо. Так, еще одна по 279 полетела. Нормально. Кумули заходят. 279 задница горит. От того, что броня его что-то не работает. Но добрать мы его уже не сможем, потому что он там подзаныкался немного. Так, счет тем временем 2-5. Если вы приглядитесь на миникарту, то можно заметить вот такое досадное недоразумение в виде слитого полностью и нахрен фланга нашей команды. И по ЖДшке там уже едут артежу худраить. Посмотрите, на базе гриль 15. Он тоже на очереди на скармливание злой вражеской команде. Ну, и он только бачат 25Т там опомнился. Поехал на деф, а мы так рискованно выкатываем на Ягу. Ну, она вроде там в КД. Поэтому все обошлось. И вот какой-то настрел уже пошел. У нашего героя уже 2 косаря дамажечки. Там уже в чате начинают матюкаться. Вот о чем я говорил. ВЗ-55 там уже начинает кричать. Проснись ты, обосрался. В общем, ВЗ-55 там всем выдадет из нашей команды. Выдаст, так сказать, теплых, хороших пожеланий. Как это умеют делать некоторые игроки. Ну, а город вроде бы растащили. По ХП, конечно, ситуация очень плачевная. Если вы посмотрите вот сюда вверх, да, видно, что больше чем в 2 раза у противников больше ХП. Мне это не радует. Так, ВЗ-25 там он уже по нашей базе прогулочку организовывает. И все тяжики, посмотри, какой толпой тяжи возвращаются. Тяжики у нас стадные, друзья. Толпой приехали в город, выиграли, да. Толпой возвращаются на базу. Но что поделать, если фланг СТ-шек слился в нуля? Ну, он уже там начинают материться в чате. И бачат 25-т, и ВЗ-55 ругаются. Нашему герою тут тоже достанется. Так, ну, а мы потихонечку что-то пытается наш игру выдумать. Не рискует входить в ближнюю битву с тяжами, оттягиваться назад в город. Интересно, что он тут придумал. Большой вопрос. Они же могут сейчас просто наших тяжей там переклацать, а потом в тупую встать на захват базы и попробовать тогда что-то сделать. Нет, там можно, конечно, какие-то кусты изобретать. Но если их будет очень много, то все равно базу, скорее всего, возьмут. Но пока что всего там один захватчик. Несильно они на базу налегают. Опа! Суперконь! А ты какого хрена тут сидишь? Расскажи, братан, тут что, конюшня? Или что ты тут забыл, уважаемый? На тяже сидит у себя на базе тут кусты, полирует, товарищ. Вот это я понимаю, вот это я понимаю, мужики, игрок, да? Все тяжи там поддаются, а этот сидит там что-то издалека, поглядывает. Такой важный из татюга, да, наверное, настреливает он. Батчатик тут у нас, тут главное не обосраться. Потому что сейчас Батчат может выехать, да всадить в нас барабан, оно ж мало не покажется. Ну, хорошо, что мы его шотным сделали. Так, по крайней мере, будет полегче. О, посмотри, они с базы даже съезжают. Вот такие пироги. Забили на захват базы. ВЗ-55 продолжает в чате всех поливать. Кое-чем не очень приятно пахнущим, да? Коричневого цвета. Ну, это такой друг, да? Слился и теперь раздает всем. Языком направо и налево отрабатывает. 907, ну, видите, тоже получает. Пишет 907, там, что там пишет, да? Уже и нашему герою от ВЗ-55 достается. Ну, спрашивает у нас норм. Все, говорит, дома стоят. Типа намекает, что он не должен быть тут в городе, а должен там базу защищать. Ну, посмотрим. Будем исправляться, как говорится, да? Исправлять, пробовать эту ситуацию, которую нам тут подготовили. Два в шесть. Остаемся вместе с объектом 277. Были недавно, но не успел я договорить эту фразу, как 277 уже отправляется в ангар. И все, наш герой в гордом одиночестве будет пробовать идти на Колобанова. Потому что мы сейчас в одиночку против пяти. Так, ну что, я даже не знаю на самом деле. 300 хп 396. У них там значительно больше. Вот на нас уже супер конь выкатывает. Мы на одну тычку для него. Он просто выезжает, получает и должен был нас добирать. Но что-то пошло не по плану. У супер коня, так сказать, подковы не работают. Хотя их аж 4 штуки должно быть. Но что-то они в этот раз ему не помогли. И наш герой супер конину добирает. Так, ну их еще до хрена на самом деле. Вот уже Леопердыч приехал. Смотри, стоит там задница и наша интересуется. Ё-моё, тут и бачат выкатывает. Принимаем от бачата срочно добирать. 58 хп остается. Леопард уже выезжает. Быстро броню довернуть. Дали по Леопарду. Так, он вроде там маханул, да? Добрали. Есть. Там фуловая бабаха накатывает. Посмотри. Плюс мы еще под артой. Так, от бабахи надо срочно улепетывать. Потому что здесь, в городе, она в тупую выйдет. И фугасом расставит все точки над нашими шансами, да? Затащить этот бой. Сразу их перечеркнет. Поэтому надо срочно какую-то дистанцию делать. Бабаху фуловую можно перекидать. Только если мы будем на дистанции ее светить, тогда там еще что-то можно попробовать придумать. А вот здесь, в городе, конечно, в ближнем бою против бабахи нам делать абсолютно нечего. Поэтому правильно. Наш герой берет ноги в руки и быренько отсюда наваливает. Потому что, ну их нафиг в этом городе. Бабаха там весь бой в кустах бибу отдрочила. И теперь приехала еще такая красивая фуловая. Наманикюренная, готовая тут нам заделать. Поэтому надо быренько отсюда уматывать, чем наш герой походу и занимается. Так, ну все. Вроде мы далеко довольно уехали. Пусть теперь там в городе катаются и ищут нас. Но теперь вопрос, как вообще это растаскивать? Че придумать? Если бабаха там в городе закрысит, мы же ее оттуда в тупую не выманим. А если на захват базы станем, то у нас она приедет, спокойно высветит и фугасом доберет. Поэтому тут я даже не знаю, что должно произойти, чтобы это как-то исправить. Потому что боецкий пока совсем не похож на победный все-таки. Фуловая бабаха все планы рушит на затаскивание. Ну посмотрим, как оно будет на самом деле. Как говорится, да? А я пока вам быренько напомню, что спонсор этого видоса у нас парень из классного сайта ВотКит, где вы можете себе золото и премиум танки получать. Советую на ВотКит вот главный контейнер, из которого мне больше всего классных призов выпадало. И ловешника выбивал, и стрис МЗ выбивал, и 10 тысяч голды выбивал. Да что только не выбивал, собственно говоря. В общем, залетайте по ссылочке в описании на сайт ВотКит. К тому же там при пополнении счета вы можете ввести вот этот наш эксклюзивный классный промокод. Вот он на экране, по нему каждый получает гарантированный подарок-бонус. Ссылочка и промокод в описании под видео. Также там проходит ежедневная раздача 5 тысяч голды. Внизу сайта ВотКит, одну кнопочку участвовать надо прожать. Поэтому каждый день надо заходить прожимать. Кто сегодня не прожимал, тоже по ссылочке в описании залетайте. И обязательно внизу сайта ВотКит находите эту кнопочку. Так, а мы смотрим далее. А вот и бабаха появляется и сразу же высвечивает нас. И тут же наш герой Быренька за ЖД заскакивает, потому что бабаха там по любасу уже сводится. Тут еще страшно от арты получить, потому что мы так светанулись. Арта может Быренька пересвестись и нас подловить. Поэтому, к тому же непонятно вообще, арта ни разу не светилась, где она сейчас находится, куда она переехала. Большой вопрос, может она вон там в А0 стоит прямо перед нами. Ей там одна секунда до нас. И готов, как говорится. Поэтому лучше еще раз поменять позиции. Ну, видите, наш герой пытается что-то придумать. ВЗ-55 уже, смотри, там начинает, перестал спрашивать тому 907 норм. Все, уже начинает там что-то рассказывать, советовать. Ну, мы, дружище, без твоих советов. Конечно, ты очень грамотный, там самый умный, но и без них как-то попробуем. Вон 279 правильно пишет, сам знает, сам наш герой разберется. Так, а тут бабаха конкретно так подставляется. И вот о чем я говорил, да, о дистанции, которая сейчас работает исключительно на нас. Видите, бабаха не светит, огромная картонная будка, да. И мы этот курятник спокойно накидываем. И скворечник наполучал все, что мог. Здесь по красоте, конечно. Дистанция нас спасла. Вот, нашел, поймал наш герой тот самый нужный момент. И спокойно отработали бабаху, паковали по адресу. Следующий бой. Так, теперь остается мистер-объект 261. И проблема в том, что он тоже спокойно может нам запердолить. Потому что у нас 58 хп. Одного шильного фугаса достаточно будет. Арта, кстати, вот до сих пор нас не подловила нигде. Но у нее есть шансы справиться. Посмотрим. Остается чуть более минуты до конца боя. К тому же мы уже не успеваем захватить базу. Если арта там вообще уехала, хрен знает куда, то мы ее не найдем. Но она подсвечивается прямо перед нами. Да и к тому же нашему герою здесь все-таки везет. И арта мажет. И он еще начинает, видите, здесь издеваться над артой. Ну или скорее просто брать себе последним снарядиком. Медальку Фадина. И по ходу он это сделает. Но тут 40 секунд до конца боя. Ну давайте ускорю этот отстрел боекомплекта. Отстрел снарядов. И вот 20, 19. И вот последним снарядом добираем. Таки эту арту. Еще и удается ему тут откидать все снаряды и добрать последним. Ну лайк это однозначно. Не забываем прожимать, а мы идем к итогам. Так, ну и пожалуйста у нас воин основной калибр. Колобанов Фадин мастер. 7453 дамаг. Не так много урона. Но по красоте растащил. Союзники там матюкались, матюкались. А в итоге 907 взял и решил исход боя. Поставил, так сказать, хейтерочков на место. В чате, да? Вверху справа появляется прошлый видос. Залетайте, смотрите, кто не видел. А мы с вами, наверное, увидимся в новых роликах. Которые очень скоро будут на канале. Пока, народ.